Добрый день, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала ТДК-42 дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. В ЗКГУ имени Мохаммеда Утемисова открыли кабинет в честь выдающегося человека – профессора Серикали Шарабасова. Он ушел из жизни в феврале текущего года, но до сих пор остается в памяти своих коллег, которые и решили открыть в университете кабинет в его честь. В университете, где на протяжении 32 лет преподавал Серикали Шарабасов, сегодня собрались его друзья, близкие, коллеги и, конечно, студенты. Право разрезать традиционную ленту было предоставлено поэтессе Акуштабах Тагиреевой и первому проректору ЗКГУ Асету Атасмагамбетову. В самом кабинете под стеклом хранятся личные вещи профессора и награды им. В соседней комнате выставлены книги. А на стенах висят фотографии Серикали Шарабасова, на которых он запечатлен с друзьями и коллегами. Жаль, конечно, что его нет среди нас, но университет один из тех источников, который никогда не забывает всех своих людей, которые участвовали в становлении и развитии этого большого вуза. Серикали Габдешевич пришел в вуз совсем молодым юношей, который получил хорошее образование в этом же вузе. Затем он продолжил научные изыскания и стал кандидатом филологических наук и спецом в своем деле. Серикали Габдешевич полностью посвятил свою жизнь профессии. Он был предан своему педагогическому делу и научил сотни студентов всему, что умел и знал сам. Его воспитанники в настоящее время трудятся в области и республике. Коллеги и друзья Серикали Габдешевича вспоминают его добрым словом. Он талантлив был во всем. Он был оратором. Оратор – это не просто у него красивые слова. Он все, что красиво говорил, экспрессивно говорил, эмоционально говорил, он все через себя пропускал. Потому что у него был высокий интеллектуальный дух, высокий национальный дух. И вообще гражданский такой дух у него был очень развит. И он не жалел себя. И в этом плане он нами оценивается как благородный человек. После торжественного открытия кабинета гости, студенты и преподавательский состав отправились на конференцию, перед началом которой был продемонстрирован фильм о жизни и деятельности Серикали Габдешевича. Обменные пункты Казахстана зафиксировали рекордно низкие продажи валюты. Долларовые продажи сократились на 53%, рубля на 48% и евро на 37%. Это наименьший уровень валютных продаж с 2010 года. Банкиры связывают эту тенденцию с тем, что в последнее время население все больше стало доверять национальной валюте. К тому же при хранении денег на депозите тенговые вклады приносят 14% годовых, а долларовые всего 2%. Продажа валюты населению банками уменьшилась. Если за 9 месяцев 2015 года было продано приблизительно 248 миллионов долларов, то за этот период 2016 года всего лишь 75 миллионов. То есть налицо уменьшение продажи, то есть интерес ослаб. Город Барьеров. В Уральске лишь 28% объектов полностью адаптированы для посещения людей с ограниченными возможностями. Об этом было заявлено на заседании общественного совета в городском Акимате. В числе недоступных для инвалидов – поликлиники и спортивные центры. Их руководителям дали срок до конца года, чтобы исправить ситуацию. В противном случае их ждут крупные административные штрафы. Как сообщили в городском отделе занятости и социальных программ, в областном центре насчитывается более 200 объектов, подлежащих паспортизации. Сто из них должны проверить в этом году. Из 100 паспортизированных объектов на сегодня адаптировано, вот с 2012 года мы начали делать паспортизацию, на сегодня адаптировано всего 28 объектов. Остальные объекты, которые мы паспортизировали сегодня, значит, те объекты, которые прошли паспортизацию, не были до конца адаптированы. Я сразу хочу оговориться, что те объекты, которые мы паспортизировали, мы сразу их заносим в центральную на республиканскую базу данных доступности инвалидов. И после того, как мы их занесем в эту базу, министерство, а также вся республика видит, какие объекты у нас паспортизированы. Аким Горда Нариман Турегалиев подчеркнул, что создание безбарьерной среды для инвалидов это очень важная и ответственная задача для государственных учреждений. Мы можем и общественным туалетом пользоваться, лицами и так далее, а наши лицы сохранятся возможности. К сожалению, на сегодняшний день не могут использовать наши вот эти халатности, первых руководителей, так я могу назвать. Поэтому это очень серьезный вопрос. Надо задуматься. Сегодня я вижу, здесь из первых руководителей никого нет. В городской поликлинике номер один нет лифта или подъемника для людей с ограниченными возможностями. Также отсутствуют специальные тактильные полосы на лестницах. Все, что будет в пределах вот этого старого здания, которая в 72-м году в эксплуатации здания, все, что мы сделали, все, что в наших силах, а полностью переоборудовать это здание, там лифт, мы это рассматриваем, но никак мы не можем. Но представители общественных организаций высказали свои замечания. Я сейчас под этим любым кабинетом пройду пальцем, по правилам у вас нет названия кабинета. Нет выпуклые названия кабинета, это два. По лестнице площадки тоже должно указать, какой этаж, какой на периле по правилам обозначения. На каждой, мы не просим, всю лестницу как тема дорожка открывается. Вы даже не знаете, как это делается. Вы ее сейчас обречаете, у нас нет возможности улезти. Здесь не так идет, здесь на каждой, перед лестницей, площадкой стоит тактильная дорожка. Когда незрячий инвалид уже чувствует, значит, он идет по лестнице. Заканчивается поворот, опять ставится тактильная дорожка. Это первое. Если вы поставите электронное колбло, там должен быть звуковое обозначение. Говорить, какой кабинет, что-то, есть слововечник, они могут того не видеть. Это для них, это звуковое обозначение. Поэтому о парковке, я не знаю вообще, она сделана, если есть даже, но она у вас поставит занято, другим ее обозначение. Медицинскому учреждению подчеркнули, что они провели большую работу для создания условий людям с ограниченными возможностями. Для удобства инвалидов в нашей поликлинике создана вот парковка для инвалидов, также пандусы. Есть, имеется тревожная кнопка. Допустим, инвалид подъехал, получается, кнопки, нажал кнопку, наши сотрудники выходят, чтобы помочь ему пройти в здание. Руководители городского отдела занятости и социальных программ дали срок нарушителям законодательства на устранение замечаний до конца года. В противном случае их ожидают крупные административные штрафы. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. В Уральске школьница покончила жизнь самоубийством. Девочка училась в 10-м классе средней школы номер 39. Ученица повесилась во дворе собственного дома. В прокуратуре отметили, что причиной суицида могла стать ссора с парнем. По данному факту сейчас проводится досудебное расследование по статье 105 УКРК. В городском отделе образования отметили, что по результатам тестов и обследований никаких тревожных сигналов поведения школьницы не наблюдалось. Девочка в этом году закончила, получила свидетельство об окончании основного образования. В летний период пыталась вместе с семьей определиться в среднюю... поступить в один из колледжей. Однако по состоянию здоровья она в летний период не устроилась. И на 1 сентября девочка вернулась в школу. Училась хорошо. В коллективе были подруги. Была активна. Проблем в коллективе среди одноклассников не было. Представители военной прокуратуры Уральского гарнизона встретились с военнослужащими воинской части 55-17 в рамках мероприятия «Час-перкурора». В ходе встречи были обсуждены вопросы соблюдения законности и правопорядка в воинских частях среди военнослужащих. Также был представлен показательный фильм, в котором наглядно продемонстрировали последствия поведения вне правил устава и последствия рукоприкладства. В рамках проекта мы проводим постоянную работу с молодым пополнением. Вчерашние школьники – это сегодняшние наши военнослужащие бойцы. Воинская служба – трудная служба. Вчерашним школьникам трудно адаптироваться сразу в воинскую службу, и нам приходится адаптировать потихоньку. Регулярно мы встречаемся с ними, проводим личные беседы, проводим профилактическую работу, оказываем практическую методическую помощь командирам отделения. Такая работа у нас проводится постоянно и на регулярной основе. Испытание холодом. Его ежедневно проходит несколько сотен жителей пятиэтажного дома, расположенного по адресу Ульяны Громовой, 2-1. В здании до сих пор нет отопления. Воожиек Теплоэнерго отмечает, что еще летом предупреждали жителей о необходимости подготовки к отопительному сезону. Но люди решились на жизненно опасный эксперимент. В Уральске насчитывается более 300 так называемых бесхозных домов, которые не входят в состав КСК и не имеют старших по дому. Люди раньше надеялись, что им проведут ремонт за счет средств городского бюджета. Но сейчас это невозможно. Программа модернизации ЖКХ жителей не прельщает. Платить за ремонт здесь не привыкли. Жители вообще не хотят деньги платить. За свет ходят каждый день почти. С работу вернутся, день собирает, за газ, за это. За воду никто не хочет платить. Сейчас температура воздуха ночи опускается до 3 градусов мороза. Если включить газовые конфорки, то можно не замерзнуть. Но что будет, когда в регион придут холода, пока этого не знает никто. Че-че, я за свет, за газ, как положено, плачу. А за кого-то мы страдаем, кто-то не платит, за кого-то мы страдаем. Это я говорю, что ладно, мы-то, детей нету с мужем вдвоем. А у кого дети из Суларда, большинство жалко их. Дома холодно, все в кофте в этих вещах ходят. В АО «ЖАЭК Теплоэнерго» отмечают, что подвели теплоснабжение ко всем 1164 многоэтажным домам. Но внутренние сети по закону они обслуживать не могут. Поэтому люди сами должны решить, кто же будет заниматься ремонтом отопительной системы. По данному адресу Улягром 2-1, по сегодняшний день нет отопления. Из-за того, что в летний период никаких работ не проводили, и нету старшего дома, не вступает состав КСК. Неоднократно мы сюда выезжали, делали собрание, предупреждали их об этом, что необходимо готовить дом. Но сейчас мы так видим, что внутри у них все трубы уже сгнили. Необходимо их менять. И на данный момент никаких работ не ведутся. Это не единственный многоэтажный дом в городе, где до сих пор нет тепла. Похожая ситуация наблюдается по адресу улицы Руженникова, 10, дробь 1. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Лжепредприниматели нанесли ущерб государству в размере 806 миллионов тенге. Возместить удалось лишь 87,5 миллиона. В настоящее время на рассмотрение суда находится еще один большой массив, состоящий из шести уголовных дел по факту осуществления лжепредпринимательской деятельности. И два уголовных дела по факту организации и участия в ОПГ. В целях возмещения ущерба, нанесенного государству, проводится работа по вручению извещений контрагентам лжепредприятий. По результатам этой работы было доначислено налогов на общую сумму чуть больше 726 миллионов тенге, а взыскано 387 миллионов 600 тысяч тенге. Кроме того, в службе экономических расследов проведено два факта задержания с поличным при реализации эффективных счетов фактур без выполнения работы и услуг. Так, 28 февраля 2016 года при реализации эффективных счетов фактур на сумму 155 миллионов тенге были задержаны три жителя города Уральска. 22 сентября в ходе проведения следственных оперативных мероприятий по главному делу при реализации эффективных счетов фактур на сумму 30 миллионов тенге от ТОАйлана Плюс был задержан гражданин А. Сумма ущерба подчиненного государству от ТОАйлана Плюс составляет 73,5 миллиона тенге. За прошедший период текущего года по сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием крупнорогатого скота уменьшилось на 50%. Об этом нам сообщили в Департаменте внутренних дел Западноказахстанской области. По итогу 9 месяцев текущего года зарегистрировано 4 факта наезда на крупнорогатый скот, в результате которых погиб один человек и ранение различной степени тяжести получило 3 человека. Причиной подобных ДТП, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, является внезапное появление скота на проезжей части. На сегодняшний день в текущем году на Нарогах области зарегистрировано 367 ДТП, при которых погибло 84 человека. И ранение различной степени тяжести получило 420 человек. Помимо этого, серьезную угрозу для жизни людей несут и крупнорогатый скот, который внезапно и бесконтрольно появляется на проезжей части, в результате чего водители, не успев среагировать на ситуацию, совершают наезд на животных. По итогам 9 месяцев допущен наезд на животных. У нас зарегистрировано 4 факта, в которых погиб один человек и трое получили ранение. Один из таких случаев произошел на 77-м километре трассы Уральскотрау. Сотрудники местной полицейской службы отмечают, что основной причиной подобных ДТП является бесконтрольный выпуск скота, который выходит на проезжую часть из-за недостаточной бдительности или отсутствия пастухов. А также свою роль играет и невнимательность водителей. Это произошло в районе двух часов ночи. Я ехал со скоростью 70 км в час. И увидел, как лошади в количестве примерно 10 голов стали перескакивать дорогу. Я сразу начал тормозить, но избежать наезда не получилось. Меня поражает, что люди не смотрят за своим скотом. Стою тут уже несколько часов. Не знаем, кто хозяин лошадей. Я ехал сзади и увидел, как стадо лошадей стало перебегать дорогу. И едущий спереди меня грузовой автомобиль стал резко тормозить. Но в итоге сбил лошадей. Не понимая, как так можно оставлять скот без присмотра, теперь нанесен большой ущерб и машине, и хозяину скота. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в дневное время суток, при совершении ДТП с участием крупнорогатого скота, ответственность ложится на пастуха. Что касается темного времени суток, то тут ответственность за появление крупнорогатого скота после 11 часов вечера на проезжей части несет владелец. Сергей Уланов, Монорбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин